Килограмм по 15 каждый день собираю. 15-17. Сегодня немножко меньше, дождь помешал, погода подкачала. Ну нормально зарабатываем, хватает на хлеб. К пенсии прибавочка неплохая. За озер є традиційное місце збору журавін у Бялыніцькім районі. У экологічна чистая, болотистая містіна, што дня зранку людзей з Бялыніч привозять на рыхтовщий край спажив товариства. А у вечері прямая работа. На зборы ягод и грибу можна добра заробіць, деляться зборщики. Тому і ходять у болоты. Хоч і справа гэта не з лёгких. А коли до ягоды дадать собраны грибы, отрымаецца добрая грошовая патрымка. В прошлом году заробла. 14-12. Это за клюквенный сезон, да? Да, клюквенный. А вось мясцовая ягоду не осуть одразу в магазин райспожив Союза. Журавіны у насильництва закупають по 2,5 рубли за кілограмм. Клюква красивая, качественная, уже, видите, спелая. Ну, люди стараются, потому что каждый хочет заработать. Поскольку приносит? Ну, и 20 кілограмм, и 30, кто 5, кто 6, у кого какие возможности и силы. Каштоную ягоду збирають до конца листопаду. А болтпажу товариства «Мяркою» в сё леднім сезоні нарихтовать не менее полсотни тонн грибов. Реально, коли уличвать, что только за месяц по в области нарихтовали 30 тонн. Часть грибов мы уже реализовали через розничную торговую сеть. Это крупные наши торговые объекты, крупные рынки города Могилёва, города Бобруйска. Часть грибов переработали методом соления. Часть грибов мы заморозили, которые будут в дальнейшем также реализовываться на рынках города, на осенних ярмарках. Не глядяши на авиасенние заморозки, у многих господару уродили и яблоки. Райспажи у товариства в области приняли 10,5 тысяч тонн. На сдачу опошних насильництво зарабило 1 миллион 800 тысяч рублей, а за сбор дикорослой продукции – 500 тысяч. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов. Новины региона.